Грубо говоря. То есть объекты побольше мы не сможем поймать, а вот другую, любую сразу сделаю. Это получается один из новых раннеров, который раньше не особо бегал в этой категории. Который начал использовать густы. Ну и время это должно начаться, если мы уже бежим. Почему-то таймер нам не включили. Нет, таймер включили с задержкой небольшой. Да, да, с задержкой нет. Будет не реквит, короче, рам. Ну и пересчитают, если VR-чик накрывался будет. В игре, кстати, рандом есть какой-нибудь? Рандом есть на боссах только. В самой игре нет рандома, а есть только боссы рандома. Все боссы рандомные. За исключением первой получается акулы. Получается морж рандомный, самый частый, который портит раны. Нормально таки, стрелом игрокам. Потом на втором месте мурены, которые чаще всего портят рану. Вот это вот первая акула совсем не рандомная. Конёк тоже с рандомом, стул с рандомом. Да, все рандомные, кроме первой акулы. А в чём рандом боссы заключается? Потому что, судя по уровням, у нас классический автоскролл практически с лева направо. Ничего особо не меняется. А на боссах они могут выкидывать нужную тебе рыбу. А могут затаиться у себя вот в норах, как мурены во втором уровне. Могут не вылазить во втором уровне. Могут вылезть не на том уровне. То есть, они если вылазят по диагонали по нужной русалке, которая может просто по диагонали выпустить по прямой или ровно вверх, они могут как-то не так вылазить. Не на том уровне, короче, который нам нужен. Или пускать два краба подряд. Вот самое вот частое тоже, что бывает. Они просто краба над крабом пускают, и ты не можешь их опускать прямой. Потому что ты ловишь одного краба, а второго надо ждать, чтобы он подошел. Что, сейчас как раз посмотрим, мурены поехали. Да, а он может не подойти? Нет, ему повезло с рандомом. Краб на краба не упал. Хороший рандом у него, хороший. Первого мурена быстро отрехал. Всего три на 2 мурены. Три рафа все будет. Хороший рандом на муренах. Ну, у мурены не так часто фейлер бывает. Ну, не так часто, как вот Морж. Он может просто ракушки не давать тоже. Ему захочется, он просто будет рыбать, всылать на мороженое. И слева вправо бродить. Кстати, про рандом. Ты вот рассказываешь сейчас. Главный вопрос в том, что у тебя автоскролл секции статичные. Сколько времени разница между раннерами сейчас в топ-1, топ-2? Кто за бордой не следил? Да. Ну, то есть, это именно надо идеальный цикл рандома ожидать. Таса нет на русалочку. Там, может, у таса с манипуляциями рандома есть. Я за тасом русалки не следил, я не видел. Что-то делал, потому что он не особо путенчиво манипулировать. Я не знаю, может, люди не нашли манипуляцию, как он взорвать от ракушки и все почему-то есть. Он подряд давать, да, ракушки. А может рыбу вот просто кидать и кидать по КДН. И хоть что ты с ним делаешь. Тут уже ресеты. А, ну, все, да. Моран умер. Он еще такой пошел погулять. А так, он всего четыре ракушки и он отъезжает. Ну, что четыре ракушки подряд, это прям редкость. Мне на секунду показалось, что он задоджил. Вот, и кувшин надо поймать. Ну, тут она выпрыгивает, потому что так быстрее. А так, как только кувшин ловят, тут, кстати, кромко надо держать, должно по чуть-чуть очков, чтобы они быстрее считались. Вот, кстати, я еще хотел про очки спросить, потому что в Марио же есть манипуляция с подсчетом очков для того, чтобы флаг снизу там вспотить аккуратненько. Ну, здесь только ускорять можно еще про это счет очков и все. Это не сложно. Получается, манипуляция просто держишь кнопку. Это один из первых раннеров из стоп-10, которые, ну, я просматривал, когда учился, мог роут разным. Есть что-то? Какие-то отличия у людей. Это первый, кто начал использовать дэмэж на бусты. То есть, он на боссов приходит даже с одним сердцем и все равно. То есть, у нас недавно Пикачу забирал из наших раннеров. И вот он следом не так долго продержал свой рекорд, он следом его собрал. Вот морской конек, он просто если будет давать ежей ему по кд вместо рыб, то он тоже будет один еж нам нужен. Ежика нельзя поймать. Два ежа. Уже ресет. Уже ресет. Ну, это классика. Восьмиминутная игра, вроде бы, а вся в ресетах работает. А он, скорее всего, даже не уложится в восемь минут. Ну, нет, у него первые в мурену все-таки были супер щедрые. Да, тут надо пять рыбок. И вот нам ежи довольно все подпортят. Причем, новые-то не появляются. Видишь, когда ежи падают? Да. Пока на экран не зайдут, да, он снова не будет вспомнить. Лишний объект. Вилки и трубки тут не нужны. Есть категория все же мчужины, еще вот недавно тоже появилось. В том году. Люди тоже Роуд продумывали. Там тоже наши. На первых местах. Данная категория. Но сама она не суп популярна в таких ранировках. Потому что жемчужины это на любителя все сыгры. Ну, стопроцентные категории мне, на самом-то деле, большинство игр не нравятся. Там есть Doom и Eternal 100%, которые ты банально без 100% сбора не сможешь быстро пройти. Нет, есть интересные, много игр там, например, Megamer 100% и все прочее. Где много механик интересно. А тут же нет механик пройти. Ну да. Тут две кнопки. Одна кнопка ускорения, другая кнопка спавнить и там пузырь. Все. И стрелочки. Здесь больше ничего нет. И все вот раны в основном зависит от рандома с того, вот как ты быстро вот рыбы заснуешь в пузырь и убьешь босса получается. Кому-то надо 4 рыбы, кому-то по 3, кому-то по 5, кому-то по 7. Кому-то вот 6. Ускорение 6 в первой фазе, во второй уже 7. И Куршин всегда по центру падает, и его надо поймать. Ну, пока у него время не хватает. Ну, сейчас Урсула РНГ может, как я понимаю, заруинить все. Да. Ну, он опытный, по сути, ему РНГ тут тоже все равно. Да, он поймает две рыбки, потом три рыбки, шарики, на скиле. И потом еще две поймает. А, все? Да. Положились? Быстро. Да, да, да. 7.08. 7.08. Ну, это еще старт позднейшийся. Там, скорее всего, 7 где-то 13. Ну, очень близко, очень близко. Очень близко, да. Пару шариков. Короткий такой, быстренький. Единственное, я говорю, если бы он дэмэш-буст получал, и приходил с одним сердцем, и вдруг бы умер. Вот тогда с одним, без улучшения вообще пузыря, он бы уже попотел и не успел бы. Коротая игрушка, поэтому говорю, по механикам даже не успеваешь толком, можно сказать. Ну, вот было бы здорово, если бы в интермиссиях просто ставили такие вот ранчики. Можно даже заранее записанные с комментариями. Академия